Мы определили порядка 160 транзациональных компаний, которые обладают наилучшими технологиями и опытом в приоритетных сферах. Это машиностроение, сельское хозяйство, транспорт, логистика, химия, нефтехимия, металлургия. Поэтому мы сейчас уже с ними работаем и мы уверены, что тот пакет инвестсимулов, который по поручению нашего президента сейчас разрабатывается, он даст сильный толчок. Это прямые инвестиции в компании, которые хотят работать в Казахстане, хотят создавать свое производство и выходить на рынки России, Центральной Азии и Западной Китая. Поэтому наша задача привлечь именно частные инвестиции, а не государственные. В этом и есть политика президента, то, что сейчас принимается пакет мер, это приватизация, принятие принципа Yellow Page, который создает поле для частных инвестиций. И смягчение бизнес-климата для малого и среднего бизнеса и улучшение инвестклимата для иностранных инвесторов. Все это вкупе даст толчок в приток частных инвестиций, как казахстанских, так и иностранных, и о приоритетных секторах экономики. И мы ожидаем, что уже во второй половине года будет очень хороший толчок, и мы услышим о новых проектах, крупнейших компаний. Сегодня мы услышали о проектах мирового гиганта Toyota Motors. Это компания, которую все страны мира хотят видеть, и она именно в нашей стране делает производство машин. Это первый хороший шаг, и я думаю, что за ней и другие многие компании из Азии. Мы позиционируем Казахстан как региональный центр для инвестиций и торговли. Самое лучшее место для инвестиций, где инвесторы приходят, создают свой производство, свой бизнес и выходят на соседний рынок. У нас очень интересные рынки. Это и Центральная Азия, и Россия, страны таможенного союза, и Западный Китай. Это очень большие рынки, которые мы хотим освоить. Конечно, это не за один год. Чтобы создать такие компетенции, потребуется время. Нам нужны технологии, партнеры, нам надо подготовить людей. На это направлена вторая пятилетка индустриализации.